Иезекииля, глава двадцать первая. Меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, отчего ты стинаешь? Скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Из реки пророчества и скажи. Так говорит Господь Бог. Скажи, меч, меч наострен и вычищен. Наострен для того, чтобы больше заколать. Вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл Сына Моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стинай и рыдай, Сын Человеческий, ибо Он на народ Мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом Моим. Посему ударяй себя по бедрам, ибо Он уже испытан. И что, если Он презирает и жезл? Сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчества и ударяй рукою об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их, чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. Я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву, сыновам Моновых, и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание – Вирусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил – взять его. «Посему так, – говорит Господь Бог, – так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты – недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, – сними с себя диодему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Не зложу, не зложу, не зложу, я его, его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. А ты, сын человеческий, из реки Пророчества, и скажи, – так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи, – меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебя, тебе пустые видения и ложные гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. «Возвратить ли его в ножны его? На место, где ты сотворен, на земле происхождение твое буду судить тебя. И залью на тебя негодование мое, вдохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле. Не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Иезекииле, глава 22. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить, судить город кровей, выскажи ему все мерзости его. И скажи, так говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. «За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя, святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производит гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время ощущения нечистоты ее насилуют у тебя, иной делает мерзость женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь, ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог, и вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, которые будут действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя, и сделаешь сам себя презренным перед глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, дом Израиля сделался у меня изгарью. Все они олова, медь и железо из свинец в горниле, сделались, как изгарь серебра. Посему так, говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгарью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Как в горнила кладут вместе серебро и медь, и железо, и свинец, и олова, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу, и положу, и расплавлю вас. Соберу вас, и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, и излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Скажи ему, ты, земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедает души, обирает имущество и драгоценности, и умножает число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Гнезья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог. Тогда как не говорил Господь, а в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и став бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей и истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Иезекииль, глава 23. И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосы их. Иминаем Большой Агола, а сестрею Аголива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарией, а Аголива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к астериянам, к соседям своим, к одевавшимися в ткани яхонтово цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам, садникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными сынова Сура, и оскверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и сегиптянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и расплевали девственные сосы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдам ее в руки любовников ее, в руки сынова Сура, которым она пристрастилась. А они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее оголиво видела это, и еще раз вращение была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я увидел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что увидав вырезанных на стене мужчин красками нарисованными изображения халдеев, опоясанных по чрестным своим поясом с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду отчей своих, и послала к ним в халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовные ложи, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим, и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослинная, и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосы твои из-за девственных грудей твоих. Посему оголиво, так говорит Господь Бог, вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех колдеев, из пехота, из шоа и коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, областеначальников и градоправителей, сановных и именитых всех искусных наездников. И придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом, в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобой яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет, возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано, и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобой жестоко, и возьмут у тебя все нажитое трудами, и оставят тебя ногою и непокрытую, и открыта будет срамная ногота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобой из-за блудодейства твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогой сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвернешься по смеянию и позору, по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнено, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей, Самария, и выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои стержаешь. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог. Так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь, сын человеческий, хочешь ли судить оголу и оголиву? Выкажи им мерзости их. Ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне. Оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме всего посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов. И вот они приходили, и ты для них умывалась, сурмила глаза твои и украшалась нарядами, и садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонное курение мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее. И к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки ее запястья, и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одрехлевшей в прелюбодействии. Теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к оголой оголеве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, а они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог, созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и до мы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Иезекииль, глава 24. И было ко мне слово Господне в девятом году, в десятом месяце, в десятый день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им, так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь, и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски бедра и плечи. И наполни отборными костями. Отборных овец возьми, и разожги под ним кости. И кипяти до того, чтобы их кости разварились в нем. Посему так, говорит Господь Бог, горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая пожребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так, говорит Господь Бог, горе городу кровей, я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи-ка огонь, выварь мясо, пусть все сгустится, и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголе, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не счищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет. Я сделаю, не отменю, и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий. Вот я возьму у тебя язву и утеху отчей твоих, но ты не сету и не плашь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плаща по умершим, не совершай, но обвязывай, не обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как павильона было мне. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им, ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилю, так говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилища моё, опору силы вашей, утеху отчей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваши на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истоевать от грехов ваших и воздыхать друг при другом. И будет для вас из Икииль знамением. Всё, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшения славы их, утеху очей их, и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придёт к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Иезекииль, глава 25. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амодамам, из реки на них пророчество, и скажи сынам Амоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что ты о святилище моём говоришь «а-а-а», потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошённа, и о доме Иудинам, потому что они пошли в плен. Зато вот, я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое. Я сделаю раву стоилом для верблюдов, и сынов Амоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так, Господь Бог, за то, что ты рукоплескал, и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и сглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог, за то, что Моав и Сеир говорят, вот, и дом Иудин, как все народы, зато вот, я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, отбив Ишимофа, Валмиона и Кориафа Има, открою Бог Моава, для сынов Востока, и отдам его наследие им, вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд и узнает, что я Господь. Так говорит Господь Бог, за то, что и дом жестоко мстил дома Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение. Зато так, говорит Господь Бог, простру руку мою на Идома и истреблю у него людей и скот и сделаю его пустынью, от Фимана до Дидана все падут от меча. И совершу мщение мое над Идомом рукой народа моего Израиля, и они будут действовать в Едумее по моему гневу и моему негодованию. И узнает мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог, за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни. Зато так, говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимляна и истреблю кретян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными. И узнает, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Иезекииль глава 26 В 11 году в первый день первого месяца было ко мне слово Господне Сын Человеческий. За то, что Тир говорит о Иерусалиме А-а-а Он сокрушен врата народов. Он обращается ко мне наполняясь Ее Он опустошен. Зато так, говорит Господь Бог, Вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо Я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом, а дочери его, которые на земле убиты будут мечом, и узнает, что Я Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера на выхода носора царя Вавилонского, царя царей, с конями, и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом, и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими, от множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город, копытами коней своих он истопщет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю, и разграбит богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьет красивые домы твои, и камни твои, дерева твои, и землю твою бросят в воду, и прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голую скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог, так говорит Господь Бог Тиру, от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плащ о тебе и скажут тебе, как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившая страх на всех обитателей его, ныне в день падения твоего, содрогнулись острова, острова на море, приведены в смятение погибелью твоею, ибо так говорит Господь Бог, когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою тебя большие воды, тогда не изведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и явлю я славу на земле живых, ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог. Иезекииля глава 27 И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плащ о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог, Тир, ты говоришь, я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою, из синирских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубово-вассанских делали весла твои, скамьи твои делали из бухового дерева, соправы и слоновой кости с островов Китимских, узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом, голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим жители Седона и Арвада были у тебя грибцами свои знатоки были у тебя тир они были у тебя кормщими старшие из Гевала и знатоки его были у тебя чтобы заделывать пробоины твои всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей перс или деянин или вис находились в войске твоему были у тебя ратниками вешали на тебе щит и шлем они придавали тебе величие сыны Арвада с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих и гомодимы были на башнях твоих кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои они довершали красоту твою фарсис торговец твой по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром железом свинцом и оловом Иован и фувал и мишах торговали с тобою выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду из дома фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей из троевых коней и лошаков сыны дедана торговали с тобою многие острова производили с тобою мену в уплату тебе доставляли слоновый кость и черное дерево по причине большого торгового производства твоего торговала с тобою арамияне за товары твои не платили карбункулами тканями пурпуровыми узорчатыми и весонами и кораллами и рубинами иудеи земля израилева торговали с тобою за товар твой платили пшеницей менивской и сластями и медом и деревянным маслом и бальзамом дамас по причине большого торгового производства твоего по изобилию всякого богатства торговал с тобой вином хилбонским и белой шерстью данный иован из узала платили тебе за товары твои выделанным железом касси и благовонная трость шли на обмен тебе дедан торговал с тобой драгоценным попонами для верховой езды аравии все князья кидарские производили мену с тобой ягняты барановых козлов променивали тебе купцы и савы и раемы торговали с тобой всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои хораны хане и еден купцы советские ассур и халмат торговали с тобой они торговали с тобой драгоценными одеждами шелковыми и узорщатыми материями которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках сделанных из кедра и хорошо упакованных фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле и ты сделался богатым и весьма славным среди морей грибцы твои завели тебя в большие воды восточный ветер разбил тебя среди морей богатство твое и товары твои все склады твои корабельщик твои и кормщие твои заделывающие пробойные твои распоряжавшиеся торговлю твоей и все ратники твои какие у тебя были и все множество народов тебе в день падения твои упадет сердце морей от вопля кормщих твоих содрогнутся окрестности из кораблей своих сойдут все грибцы корабельщики все кормщие море и станут на землю и зарыдают о тебе громким голосом и горько застенают посыпая пеплом головы свои и валяясь во прахе и остригут по тебе волосы догола и опояшутся вретищами и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем и все этого не своем поднимут плачевную песнь о тебе и так зарыдает о тебе кто как тир так разрушенный посреди моря когда приходили с морей товары твои ты насыщал многие народы множеством богатства твоего и торговлей твоей обогащал царей земли а когда ты разбит морями в пучине вот товары твои все толпившиеся в тебе упало все обитатели островов ужаснулись о тебе и цари их содрогнулись изменились в лицах торговцы других народов свистнули о тебе ты сделался ужасом и не будет тебя вовеки изменились изменились Нет тайны сокрытой от Тебя. Твоею мудростью и Твоим разумом Ты приобрел в себе богатство, и в сокровищнице Твоей собрал золото и серебра. Большой мудростью Твоей, посредством торговли Твоей, Ты умножил богатство Твое, и ум Твой возгордился богатством Твоим. — Зато так, — говорит Господь Бог, — так, как Ты ум Твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на Тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы Твоей мудрости и помрачат блеск Твой, и наведут Тебя, низведут Тебя в могилу, и умрешь в сердце моря и смерти убитых. — Скажешь ли тогда перед Твоими убийцами, — Я Бог, тогда как в руке поражающего Тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог. — И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. — Плащ о царе Тирском и скажи ему, — Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец крохотцоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией и ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей, внутренняя твоей, исполнилась неправда. И ты согрешил. Я низвернул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордело сердце твое, от тщеславия твое ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Обрати лицо твое к Сидону из реки на него пророчества. И скажи, вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя. И узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою. И пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его. И падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду. И узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам. Боли всех соседей, зложелательствующим ему. И узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог. Когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Тогда они будут жить на ней безопасно. И построят дома, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности. Потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них. И узнают, что я Господь Бог их. Иезекииля, глава 29. В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца, было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий. Обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, из реки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи. Так говорит Господь Бог. Вот я на тебя фараон, царь египетский. Большой крокодил, который лежа среди рек твоих, говоришь, моя река. И я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твоей, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих. И вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшей к чешуе твоей. И брошу тебя в пустыне. Тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле. Не уберут и не подберут тебя. Отдам тебя на сиденье зверям земным и птицам небесным. И узнает все обитатели Египта, что я Господь. Потому что они дому Израилю были под порою тростниковую. Когда они ухватились за тебя рукой, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так, говорит Господь Бог, вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот. И сделается земля египетская пустынею и степью. И узнает, что я Господь. Так как Он говорит, моя река и я создал ее, то вот я на реке твои. И сделаю землю египетскую пустынею из пустынь от Мигдола до Сиены до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней сорок лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми сорок лет. И рассею Египет по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог, по окончании сорока лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны. И возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет боли возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь Дому Израилеву опорою, припоминающей беззаконие их, когда они обращались к Нему, и узнают, что я Господь Бог. В двадцать седьмом году, в первом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне, сын человеческий. Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свои войска большими работами при Тире. Все головы оплешивили, и все плечи стерты. А ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. — Посему так, — говорит Господь Бог, — вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, — сказал Господь Бог. «В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнает, что я Господь». Иезекииль, глава 30. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. И Эфиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета, вместе с ними падут от меча». Так говорит Господь. «Падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его, от Мигдола до Сиены, будут падать в нем от меча», — сказал Господь Бог. «И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов, и узнает, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут разрушены, сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Эфиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. «Так, — говорит Господь Бог, — положу конец многолюдству Египта рукой на уходоносора царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушою, и придам землю в руки злым, и рукой иноземцев опустошу землю, и все наполняющее ее. «Я Господь, — сказал это, — так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. Я опустошу пафрос, и пошлю огонь на Циан, и произведу суд на дно, и залью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдия в Но, и пошлю огонь на Египет. Вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня, молодые люди Оно и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнесе померкнет день, когда я сокрушу там ермо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнает, что я Господь. В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне, сын человеческий. Я уже сокрушил мышцу фараона царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее, и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так, говорит Господь Бог, вот я на фараона царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровые и переломленные, так что меч выпадет из руки его, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, а мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь.